Здравствуйте, ребята! Очень рада вас видеть всех! Сегодня самые красивые, самые мудрые дети собрались на онлайн воскресное служение. Классно, правда? Сегодня мы с вами немножко повторим, давайте, какое слово было в прошлый раз. Кто может сказать, поднимите руку, пожалуйста? О чем была проповедь в прошлый раз? Никто не скажет? Ну хорошо, я вам напомню. Мы сегодня с вами споем один гимн о том, как Яков слушал свою маму, это значит церковь, и он услышал обещание, которое было у мамы, что он получит благословение. То есть его душа была соединена с душой мамы. Помните Яков, да, которого имя значит пятка. Но гимн наш называется «Мои глаза к горам», то есть к Богу, к Слову, к обещанию. Сегодня мы этот гимн с вами вспомним, хорошо? Приготовились все? Приготовились. Итак, смирно. Руки на пояс. Я. Три, четыре. Мои глаза к горам, возвожу. Помощь моя, откуда придет небо и землю сотворивший, Мой Господь бесконечно охраняет меня. Молодцы! Вижу, очень хорошо вы знаете этот гимн. Давайте. Кто лучше знает, Антон или Даник? Кто лучше знает? Кто хочет повторить? Антон, хочешь повторить? Даник, давай, Даник, теперь еще раз, да? И я, и ты, и все за нами еще раз повторяют гимн. Давай, командуй, Даник. Руки на пояс. Я. Три, четыре. Мои глаза к горам, возвожу. Помощь моя, откуда придет небо и землю сотворивший, Мой Господь бесконечно охраняет меня. Спасибо большое. Спасибо большое. Молодец. Не забыл еще. Будем повторять дома с маленьким братиком, да? Следующий гимн мы с вами будем сейчас вспоминать. Есть очень хороший гимн, который нравится нашему служителю. Называется «Черным от греха». Помните? Петя и Тамила его учили. Хороший гимн, правда? Сейчас мы повторим этот гимн. Давайте, пожалуйста, все вместе, одной душой. Хотя нас немного, но мы праведники, да? И мы радуемся. Мы сегодня славим Бога, потому что сегодня большой праздник. Какой праздник, знаете, да? Пасха – это выход евреев из египетского рабства. А мы празднуем выход с рабства греха. Да, дети? Вы освободились от греха? Аминь, скажите, да? Давайте мы сейчас споем «Черным от греха». «Черным от греха» было сердце у меня. Но кровью святою навек мое сердце стало как снег. И в городе золотом гулять я буду с Христом. Я Библию буду читать, молиться в Христе возрастать. О, хорошо, девочки показывали. Иванка с Анечкой. Давайте вы сейчас повторите этот гимн, да? Иванка и Аня, очень молодцы. Вам нравится картинка? Давайте. Команда, Иванка. Смерть, да? Руки на пояс я. Три, четыре. «Черным от греха» было сердце у меня. Но кровью Христовой навек мое сердце стало как снег. И в городе золотом гулять я буду с Христом. Я Библию буду читать, молиться в Христе возрастать. Умнички, молодцы, очень хорошо, я рада за вас, что вы выучили. Бабушка вам помогает. Хорошо, мы бабушку в хор приглашаем. Уже пора нам петь, мы соединимся уже после карантина. Спасибо большое. Так, ну, Антошка, тебе остался гимн «Крепость» мы сейчас вспоминать будем. Хорошо? Смирно. Руки на пояс. Я. Три, четыре. Очень высокая, очень широкая, очень крепкая, крепость стоит. Как войти? Мечом? Нет. Копьем? Нет, нет, нет. Генерал Иисус Навин молился Богу. Боже, 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 помоги! Первый круг, все стоит. Второй круг, неизвестность. Какой-то большой. Но после седьмого круга упала, упала, такая большая стена упала. Чуть-чуть повторили. Спасибо большое, ребята. Сейчас передаю слово проповеднику, нашему учителю Петру. Пожалуйста, приготовьтесь, садитесь удобненько. Все, влично. Здравствуйте, дети. Вы меня слышите? Да. Хорошо слышно? Да? Да? Я понял. Спасибо. Я хотел вам сегодня тоже готовил проповед, целую неделю об этом размышлял. Конечно, давно вас не видел. Хотелось бы увидеть вживую. Потому что из-за этого карантина, как вы видите, что все закрыто, никуда нельзя выходить, в масках. И на улице хорошая погода, весна. И Бог дает отдых через этот карантин нам всем, хотя уроки тяжело некоторым учить. И я хочу вам тоже рассказать о том, о чём я буду вам проповедовать сегодня. Это Бытие, 27 глава. С первого стиха перечитаем. Когда Исаак состарился и притупилось зрение его, глаз его, он признал старшего сына своего Исаава и сказал ему, «Сын мой, тот сказал ему, вот я, он сказал, вот я состарился, не знаю дня смерти моей, возьми теперь орудия твои, колшан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде не жаль я умру». И сегодня я буду вам рассказывать о Бессаве, какой он, как он, как он жил, и у него какая профессия была там написана. Он был зверлол и ловил много дичи, он учился ловить, он бегал, сильный был. Его имя значит Исаав сильный, Исаав, его имя значит косматый, а Эдом значит красный. Я так размышлял, почему он красный, ну так родился или как. Может потому что много сил, много сил использовал, чтобы, это, много сил использовал для того, чтобы жить, чтобы стараться что-то делать. И он ловил зверей, ему надо было тренироваться, как ловить, приготовить себе много приспособлений, чтобы словить. И можно показать, там показано, у него есть калышан, стрелы, и лук есть тоже. И он учился ловить дичь, стрелять метко. У него был по-любому какой-то учитель, потому что сам он не мог этому научиться. Это надо было уметь выжидать, уметь ловить дичь. И он всегда прикладывал усилия, чтобы что-то словить. Ему нужно было долго выжидать, ходить в ожидании, и чтобы попалась какая-то дичь. Ещё хочу, чтобы вы тоже проразмышляли, почему Исаав, я читал о его жизни, у него жизнь была, по сравнению с Яковом, жизнь была скучная. Потому что там особо таких не было описано событий, которые, не было описано событий, которые, вот именно, чтобы была интересна его жизнь, как у Якова. У Якова там много было деяния, много общался с Богом. А вот у Исаава там описано очень мало, очень мало о нём написано, и поэтому получается так, что почему у него такая жизнь была не очень интересная. Вот вам как больше детям нравится, когда фильм, ну, если сравнить с фильмом, когда фильм скучный или когда интересный? Кто может сказать? Антон, давай. Когда интересный? А когда вот такой скучный, где нету никаких проблем, тогда вам не интересно такой фильм смотреть, где всё одинаковое, ничего не меняется? Кому интересно такой фильм смотреть? Даня, тебе интересно такой фильм смотреть? Скучный, в котором ничего не происходит? Интересный или нет? Покажи что-то. Нет? А какой ты любишь? Какой-то интересный боевик, приключения. Вот даже игры, например. Когда вы играете в игры, вам тоже хочется в интересные играть, а не такие скучные. Что я хочу вам передать через это? Что в церкви Бог нас хочет, чтобы мы научились с Ним соединяться душой. Это как компьютер, который включаешь в розетку, и он работает. Так же само и с Богом. Когда мы слушаем О Слово, мы можем соединиться с этим Словом душой. Что это может? Как вы понимаете, о чём я говорю, как соединиться душой с Богом? Вам понятно? Кому? Данику понятно, да? Да кому ещё понятно? Покажите что-то, понятно или вам нет? Как соединиться душой с Богом? Что все молчат? Хорошо, я дальше буду вам рассказывать. И получается так, что Исаав даже потерял своё благословение, потому что он отдал его своему брату. Хотя он должен был его получить, но когда он пришёл сильно уставший, там в 25-й главе написано, когда он был уставший, после того, как ловил дичь, он пришёл и ловил эту дичь, он пришёл уставший, хотел сильно кушать. И когда Иаков ему сказал, отдай мне своё первородство, он сказал, так дай мне суп, чечевичную похлёбку. И он отдал своё первородство за чечевичную похлёбку. И дальше получается, после этого он очень, когда не получил благословения, дальше от отца, Иаков забрирал его благословение. Видимо, так, да? И получается, что, когда Иаков забрирал благословение его, то он очень обиделся на Иакова, что он так сделал и так обиделся на Иакова, что даже хотел его убить, но через время там какое-то, когда Иаков спрятался, далеко убегал, потому что боялся, что брат его может из-за этого благословения убить. Но потом прошло время, они всё-таки помирились. И вот дальше, если читать дальше Библию, получается, что Исаав всегда надеялся на свою силу. Он думал получить силой своё благословение, но у него ничего не получилось, потому что, как вы знаете, дети, есть такой гимн, силой нельзя попасть в Божье Царство. Знают все, да? И получается так, что Исаав не мог попасть своей силой, через свою силу получить благословение, хотя он умел ловить зверей, и много делал, даже ловушек, старался ловить эту дичь. Можете показать? Вот лук у него есть дальше. Такие приспособления он делал, чтобы словить какого-то зверя. Тогда не было таких технологий, как сейчас, поэтому он делал из каких-то верёвок, придумал, как словить зверей. Но получить от Бога благословение этой дичи у него, ну, он не о том, у него не было на самом деле соединения с Богом. Поэтому получается так, что его жизнь проходила более спокойно, хотя не знаю, как он там ловил эту дичь, может, там ему и было неспокойно, но он больше надеялся на свои силы. И на свои способности, чем как Иаков. Иаков всегда спрашивал у Бога, общался с Богом. Поэтому у него жизнь была интереснее намного, чем у Иссава. И получается даже вот, я хочу вам ещё, детям, рассказать об одном. Есть такой мультик интересный, я не знаю, или он точно есть. И получается, там о собаке рассказано, которая жила своей жизнью. И она что делала? Летом вот бегает по улице, играет, что хочет, то и делает. У неё есть будка небольшая, она в ней живёт там, периодически летом перебегает, потому что летом много есть чем заняться, искать, покушать, ещё что-то. Но когда пришла зима, очень холодная была как-то зима один год, и эта собака сидит в будке, ну, спряталась от холода и думает, как же это? И думает, как же это? Вот будет лето, я точно построю себе хороший домик, чтобы было тепло, уютно, чтобы не мёрзнуть зимой. И она об этом думала, думала, пока зима была холодная, она об этом много думала, мечтала об этом домике. Но потом, когда наступила весна, потом наступило лето, она перестала об этом думать, увидела солнышко, увидела, что трава растёт, всё расцветает, как сейчас. И она начала думать, а зачем мне строить тот домик? Мне и так сейчас хорошо. И вот так у неё жизнь проходила, жизнь проходила, получается, очень, очень размеренно. Она занималась, чем хотела, только могла мечтать о домике, но так как у неё не было хозяина, то получается, что если бы у неё был хозяин, у неё была бы жизнь намного лучше. Хотя там надо было быть на привязи или на цепи с хозяином постоянно ходить, но у неё было бы постоянно что-то покушать, не надо было бы самому искать, как Исав, и не надо было бы стараться что-то сделать себе, приготовить. Там такой собаке, получается, заботился хозяин. Но когда нету, получается, у Исава не было соединения, он не общался с родителями, не общался, мало общался из-за своей охоты со своими, может быть, друзьями. У него, может быть, были друзья-охотники тоже, но там об этом не описано. Но он часто надеялся на свои силы, и, по-видимому, он не молился Богу, потому что если бы он молился Богу, тогда он бы тоже, было бы описано у него много историй дальше, таких интересных, как Абиак. И у него постоянно что-то в жизни случалось, и через эти проблемы он мог общаться с Богом, чтобы Бог их помог решать. И поэтому через церковь, получается, мы здесь учимся, хотим вас тоже научить, чтобы вы научились соединяться с Богом. Через слово, через общение с учителями, через церковь, потому что, на самом деле, мы получили очень большую милость, когда получили спасение от греха, когда Бог избавил через Иисуса Христа нас от греха. Сегодня как раз тоже Пасха, получается, многие празднуют люди, но они точно не знают, для чего он приходил. Они думают, что он просто забрал грехи, но на самом деле у них нет соединения с Богом. И у Исава тоже не было соединения с Богом, хотя он был сильный, хотя он был такой большой, хотя он был такой умный, мудрый, зверя-ролол. Потому что, чтобы быстро славить дичь, надо было загнать в ловушку, которую он делал. И получается, что он думал, если бы он размышлял больше, то, я думаю, он бы не потерял, он бы тоже мог получить благословение. А так, там написано, конечно, что он мечом зарабатывал. Он постоянно трудился, он постоянно в поте лица, как Кайн, если вы помните, тоже, в поте лица трудился и зарабатывал, хотел заработать благословение отца. но у него это не получилось. И что еще вам сказать? Вы все понимаете, о чем я говорю, дети? Вам понятно? И получается, что мне, конечно, такая тема попалась и ССАВ сильный, и я немного могу пару слов о себе сказать. у меня тоже, когда я был маленький, ну, когда я в детстве был, то у меня не было тоже такой особой из-за своих проблем со зрением, со здоровьем. У меня тоже не было надежды никакой. Я уже думал, кому я нужен такой слабый, потому что меня часто обижали, часто мне нужна была защита, потому что я плохо видел, и когда меня много обижали, то постоянно хотелось уже, не знал, что делать. И получается, я не был таким сильным, как и ССАВ. Хотя ИСАВ был сильным, но он всё равно не мог получить благословение, потому что он не понимал на самом деле, что он делает. И его, то, что он думал о себе, его постоянно обманывали. он из-за усталости не мог нормально размышлять, почему Иаков просит у него первородство. Если бы он об этом думал, он бы понял, что что-то тут не так. И мог бы с кем-то пообщаться и с родителями, даже, вот, даже когда у вас есть проблемы с уроками, вы не можете их решить. Кому вам надо обращаться, кто может сказать? что я там не сильно понимаю. Кто? Поднимите руку, кто может сказать? Даник, скажи. Батькам. А? Батькам обозвонить учителям. И кто там хочет? Ага. Правильно. Вот так же самое, когда мы хотим узнать то, что Бог нам хочет подарить, то, что хочет нам передать через воскресную школу, чтобы мы научились жить с Богом. Это значит, что читать Библию, молиться, размышлять о Слове, тогда мы можем получить милость от Бога. Но когда мы этим не занимаемся, вот если так подумать, многие дети занимаются компьютерными играми, но если заниматься всю жизнь и сидеть вот так, как сейчас карантин, с утра до ночи в играх, целыми днями, оно вам, я думаю, надоест или нет? Нет? А вот дальше по жизни оно вам что принесет? В игру поиграли, вышли на улицу, а строить не умеете жить, не знаете, как жить, как зарабатывать, оно вам что, ну, что вам дает такие компьютерные игры? Они сильно развивают мышление или как? потому потому что я иногда думаю, что развивают, но когда смотрю, то многие ведут себя как будто наоборот, просто думают, что надо нажать кнопочку и деньги получить, а чтобы пойти поработать, там что-то сделать, то уже не хотят идти работать, даже много, хотя сейчас так Бог сделал этот карантин, но видно, что нас, мы не можем себя спасти от болезней, потому что только Бог может нас сохранить от этих болезней, вирусов, которые есть в нашем мире и получается дальше мы не можем даже сохранить от этого себя, от того, что у нас может тоже не получится что-то прогореть, как сейчас этот карантин, многие остаются тоже без денег, без работы и не знаю, что им делать, чем заняться, куда пойти, но я смотрю на свою жизнь, сейчас хотя у меня тоже карантин, нет работы, но Бог дает постоянно хотя бы что было что поесть дома, я даже бывает не знаю откуда Бог даст, но Бог все равно дает, так интересно это наблюдать, хотя раньше 4 года назад, когда до спасения это было, то я даже не могу вспомнить такую ситуацию, чтобы мне Бог постоянно что-то давал, у меня часто месяц могло не быть денег или два, если я не ходил на работу, ходил тогда лечил зрение свое, денег никто мне они ниоткуда мне не сыпались, я жил как-то постоянно переживал, что мне надо или на работу ходить, или лечить свои глаза, или что мне делать, я туда не понимал, сейчас Бог дал такой покой, что даже хотя работы нет, Бог все дает необходимое для жизни, поэтому я вижу, как Бог действует и как Бог проводит нашу жизнь, и я хочу, чтобы вы тоже научились соединяться с Богом, читать Библию, размышлять, потому что это на самом деле очень прекрасное время, такое Бог подарил, что можно размышлять даже о слове, я целую неделю размышлял, о чем вам проповедовать, но только вчера до меня Бог дал слово, чтобы как вам его рассказать, чтобы было интересно, чтобы не было скучно, конечно, и одно, хочу, чтобы вы поняли, на самом деле Бог хочет всех благословить, просто многие из-за того, что чем-то другим занимаются, если сидеть например в компьютерных играх, Бог оттуда благословение вам не насыпает, потому что через компьютер вам еда не придет, деньги конечно можно зарабатывать на некоторых программистах или кем еще, но сейчас так как карантин, то получается и денег неоткуда людям почти неоткуда заработать, тех, кто не научились просто в игре всю жизнь проиграли, у них тоже, как у Исава, жизнь неинтересная, скучная, не мучительная, потому что чтобы словить зверя, это все равно нужно получить какие-то мучения, чтобы например побороть какого-то зверя, уложить его, а еще дотянуть до дома, его же надо было разделать, какой-то тесак, нож у него был по-любому, чтобы он же не мог столько, сколько он словил, донести на своих плечах, хотя, может, и мог, но я не знаю, какой он, сильный был, или, если написано, что сильный, но большую дичу он, я думаю, не мог словить, и, конечно, мне, конечно, хочется всех увидеть вживую, потому что я первый раз как на телепередаче проповедую, мне самому непривычно, хотя раньше смотрел сказки, но сейчас как-то непривычно мне вот вам проповедовать через экран, и через экран всех видеть, хочется со всеми хотя бы соединиться душой, потому что через экран что-то я часто не понимаю, соединился я с вами или нет, ну, вообще мне непонятно. Вы меня хоть понимаете, где вы там? Скажите да или что? Да? Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Господь, Отец Небесный, я благодарю Тебя, Господи, за это служение, за это время, что Ты подарил, Господи, хотя в таком непривычном, Господи, так проповедовать детям, но Ты даешь мудрость, даешь спокойствие, Господи, хотя немного переживал, но Ты, Господи, помиловал, Господь, Ты благослови детей и проводи жизнь, Господи, храни каждого из них, чтобы они начали присоединяться с Тобой, с Твоим Словом, Господи, с Церковью, и Ты, Господи, проводи нашу Церковь, и я за все Тебя благодарю, молю, с Твоей Иисусом Христа, аминь.